МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Строголь – одна из красивейших столиц мира. Расположен на 14 островах, и на каждом из них есть свой центр, свои главные площади и парки, набережные, исторические памятники, свои достопримечательности. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всемирно известная городская ратуша построена архитектором Эсбергом в 1923 году. Ратуша стала символом Стокгольма, как эфелевая башня в Париже. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Помещение городской ратуши является местом проведения Нобелевского банкета. После обеда в Голубом зале Нобелевские лауреаты, члены Королевского двора и гости танцуют в Золотом зале, интерьеры которого украшены 18 миллионами кусочков золоченой керамики. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Члены городского совета встречаются здесь, в комнате совещаний. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очарование Стокгольма – это спокойствие красок и органичность природы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Легенда гласит, что на месте шведской столицы в незапамятные времена молодой рыбак ранил копьем русалку. Ее кровь смешалась с морской водой, а кровь русалки обладала тем чудесным свойством, что с ней передавалась у русалыча красота. Поэтому так прекрасно море возле Стокгольма и так привлекательны, омываемые его волнами береза. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если вы когда-либо побывали в этом городе, вы непременно захотите вернуться в Стокгольм. Этот окруженный водой, раский уголок, возникший в 1252 году, называют Красавиц на воде. Весь город, окруженный водой, такой чистый, что в центре его можно ловить рыбу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Главная достопримечательность королевской Швеции это, безусловно, ее королевский дворец, построенный в XII веке. Он является самым большим действующим королевским дворцом в мире и официальной резиденцией главы государства короля Густава XVI. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Церковь святого Николая первое каменное сооружение в городе, возведена в 1264 году. Она и сейчас служит местом коронации шведских монахов. Самая маленькая скульптура в Стокгольме – железный мальчик, которого надо погладить по голове, положить монету и загадать желание. Вблизи синагоги, под открытым небом, расположен мемориал, посвященный Холокосту, где на каменном шаре высечены имена Рауля Валенберга и слова на всех языках мира. Дорога была прямой, когда увозили евреев, чтобы их убить. Дорога была кривой, опасной и полной препятствий, когда евреи пытались бежать от убийств. Субтитры создавал DimaTorzok Самая узкая улочка, ширина которой не превышает 90 сантиметров, находится в Старом городе. Старый город – это наиболее тщательно оберегаемость средневековых центральных частей городов в Европе, является одной из самых интересных достопримечательностей Стокгольма. Здесь, в 1252 году, был основан город. Здесь московца изменяет историю и современность старой и сегодняшней Стокгольма. На этом мы заканчиваем наше короткое путешествие по Стокгольму. До скорых встреч, дорогие друзья!